Смотрящий в Латвии вор в законе Дубрик. Третий по величине город Латвии под названием Лепаев 90-е годы прошлого столетия снискал себе заметную славу в криминальных делах. Преступные группировки, которые орудовали здесь, одно время сильно притесняли воровских авторитетов, зачастую постреливая на стрелках. Этому должен был настать конец. Воры уже понимали, что в городе должен быть свой смотрящий, который бы положил конец беспределу, творившемуся в бандитской среде. Поэтому на одной из сходок был выбран кандидат на роль смотрящего по Лепае, вор в законе Геннадий Дубровенко по прозвищу Дубрик. Тем более он был уроженцем этого города. Вообще к моменту своего назначения, Дубрик уже хорошо был известен не только в родном Лепае, но и в Риге, куда зачастую выезжал по воровским делам на своем знаменитом Мерседесе Цвета Хамелеон. А когда был поставлен смотрящим, то вскоре стал считаться уже самым влиятельным вором в законе всего Курземского района Латвии. По-человечески Дубрика звали Геннадий Дубровенко, в своих кругах он откликался на Гашу Лепаеского и Гашу Дубрика, а Лепаича не называли его Дубриком. В Латвии было всего два вора в законе, рижский вор по кличке Аду и Лепайский, Дубрик, причем, Дубрик был более авторитетным. Короновали его в тюрьме в Грузии в самом начале девяностых, и когда он вернулся домой в Лепаю, то начал выстраивать бандитскую систему по понятиям, стал крестным отцом местной мафии. Шантаж, угрозы, подкуп должностных лиц государства, заказные убийства бизнесменов, принуждение к сотрудничеству под угрозой жизни, это краткий список методов работы Дубрика и его команды. Слева воры в законе, Зураб Шамугия, Аду, Геннадий Дубровенко, Гош Лепайский, Ироланд Гигичкари, Шляпа, Латвия, Фото, Прайм Крайм. Но Лепаича не помнит и белую сторону Дубрика. Он не отбирал последнее, а только определенный процент, и мог решить любой вопрос или спор. В отличие от чиновников и полиции, которые ничего не делали, но обдирали людей, как липку. Забавно. Но именно бандит Дубрик на роскошных автомобилях начал первым пропускать пешеходов на переходах, приучил к этому всех своих бандюганов, а потом и всех остальных Лепаичан, говорят, Дубрик начал обучение водителей своим примером после того, когда какой-то лихач сбил школьницу на пешеходном переходе у школы. Дубрик жертвовал огромное количество денег на детский приют в Лепае, поэтому беспризорников в Лепае практически не было. Во время его правления, в Лепае не торговали наркотиками, он объявил Лепае зеленой зоной, свободной от наркотиков, и карал всех, кто пытался наркотиками торговать. Только не надо думать, что он был Робин Гудом, благородным бандитом. Сам он был наркоманом, и его барыги прекрасно торговали наркотиками по всей Восточной Европе. Просто Дубрик жил по понятию, не гадить там, где живешь, и был реальным хозяином города. Вся полиция и чиновники были у Дубрика прикормлены. Лепае чане не раз наблюдали картину, когда полицейские останавливали машину, нарушившую правила, из нее выходил Дубрик, и полицейские кидались к нему с подобострастным пожиманием рук или объятиями. Главной гордостью пацанов тех лет было сказать, мой дядя, брат, крестный, работает у Дубрика. Черная полоса у Геннадия Дубровенко началась с католического Рождества 1999 года, в которой был убит один из соратников Гоши, Руслан Метальников. В ходе повальных проверок Гоши был задержан полицией. Однако допрос обернулся крайне неприятной проверкой в наркологическом центре, у Дубровенко обнаружились остаточные явления Гошиша. В итоге суд приговорил его к штрафу в 30 латов. И вот через несколько недель новая напасть, вляпался в конфликт с дорожной полицией. По версии полиции, Геннадий Дубровенко нарушил правила, будучи за рулем своей машины в нетрезвом виде. Он не остановился по приказу полицейских, и они пустились в погоню. Однако Гоши тут отличился. Вместо того чтобы сдаться, начал ломать комедию. Притормозив у одного из кафе, он забежал внутрь и быстро заказал 100 грамм. А валившихся вслед за ним Дорожников Гоша встретил недоуменным. Да вы что, сижу тут уже давно, выпиваю. Дорожники растерялись и вызвали подмогу в виде бюро по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В общем, Дубрика задержали. Помимо пьяной езды ему вменили хулиганство, поскольку он обещал дорожникам массовое увольнение и проблемы со здоровьем. Суд приговорил его к 15 суткам заключения и штрафу в 200 латов. Увели Геннадия Дубровенко прямо из зала суда. Как говорят, как только Дубровенко попал за решетку, начальник управления полиции Леопа и Леопайского района юрист Брекис издал распоряжение, в котором разрешил супруге арестованного три раза в день передавать ему горячую пищу. Тогда как в распоряжении кабинета министров говорится, что приносить передачи административно арестованным разрешается не более одного раза в месяц. К тому же Дубрик ни одной ночи не спал на голых нарах и не замерзал по ночам. Матрацы, шерстяные одеяла он также получил от заботливой супруги в первый же день отсыпки. Освободится он 19 февраля 1999 года. Другой криминальный авторитет, лидер преступного мира Латгалий Геннадий Бабахин по кличке Бабаха попал в похожую ситуацию, но ему повезло меньше. Целый месяц он провел за решеткой по подозрению в организации взрыва автомашины в Резикне. Когда тяжелое увечья получила женщина. Эпизод этот доказать не удалось. Бабаха вышел, но вскоре был задержан полицейскими Резикне за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. В качестве административного наказания ему присудили семь суток ареста. И, как рассказывают, в отличие от Гоши, пришлось ему забыть про все привилегии. Работал, спал и питался он наравне со всеми арестантами. Передач ни от кого не получал. Поговаривают даже, что Бабаха бросил курить. 8 декабря 1999 года Геннадий Дубровенко бесследно исчез. В тот день вор в законе вышел из дома в 15.30 и в сопровождении охранника поехал на своем Мерседесе в бар Гулбетис. Чуть позже он пересел в синюю Ауди и стоя один, без охраны, уехал в неизвестном направлении. Вечером следующего дня друзья Дубрика нашли его Аудиуху на окраине города, чуть в стороне от жиломассива у центральной больницы. Машина была абсолютно пустой. На этом следы авторитета оборвались. Как рассказал инспектор по розыску Лиапайской криминальной полиции Ингрида Грейтани, заявление об исчезновении Дубровенко его супруга подала 10 декабря. Полицейские сразу же начали розыск и отработали массу версий, начиная от сознательного исчезновения до разборок. Безрезультатно информация с просьбой помочь в поисках была размещена во многих средствах массовой информации. Звонки шли бесконечно. Очевидцы сообщали, что ну вот только час назад его видели, или высказывали свои соображения о месте нахождения пропавшего. Всю эту информацию полицейские тщательно проверяли, но ни один сигнал не подтвердился. Самую драматическую версию о судьбе Геннадия Дубровенко сообщил некий старичок. Мол, видел на озере лодку, в ней, двух крутых, а везли они бетонный блок и большие букеты гвоздик. Так вот, в том блоке и был пропавший Дубровенко. Место, где блок был затоплен, информатор обещался показать в точности. Но и эта версия оказалась несостоятельной. Как отмечают полицейские, исчезновение главного авторитета Леопая не привело к перестрелкам и прочим признакам передела сфер влияния в криминальной среде. Жизнь в городе шла своим чередом. Единственная разница, если раньше в Леопае было крайне трудно разжиться наркотой, Геннадий был категорически против распространения дряни в городе, то теперь найти травку и прочее гораздо легче. Кстати, праворонители намекали, что Дубрик, скорее всего, на Кипре вместе с денежками созданные им пирамиды, но Леопаичане предполагают, что ближе к истине предположение о том, что кости Дубрика гниют в болоте Зеленой Рощи, потому что после исчезновения Дубрика в городе начался беспредел, власть захватили бывшие подручные Дубрика по кличкам Царихан. Продолжение следует... Продолжение следует...